Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Вайхи и мы заканчиваем первую книгу Пятикнижьего Решит. Итак, Тора нам подробно рассказывает, сколько лет Яков прожил в Египте, сколько лет вообще Яков прожил. И Тора нам рассказывает про похороны великого праотца Якова. Его хоронили евреи, египтяне, все очень-очень сильно и долго скорбили. В то же самое время Тора утверждает, что праотец Яков не умер. Извините, как это понимать? Мы нам описали подробно похороны, а потом говорят, что вот этот человек, которого похоронили, он живой, а здесь для нас большой урок. Конечно, он умер и его похоронили, но из-за того, что он сделал очень много добра людям, из-за того, что у него огромная семья, куча детей, внуков, правнуков, куча людей, которым он помогал всю жизнь. Поэтому такой человек называется живой. Но как его назвать мертвым, если миллионам людей он помог, стольких обучил, стольким помог и так далее, и так далее. Такой великий праведник, который остановил голод в Египте, нельзя при нём сказать, что он умер. Конечно, он живой, потому что добро, которое он оставил в этом мире, добрая энергия, она находится здесь, поэтому и он находится здесь. Его дети, его ученики живы, значит и он жив. Обратите внимание, что Тора нам говорит, когда мы помогаем другим, когда мы воспитываем своих детей и учеников, то мы будем жить вечно, пока эти все люди живы. Удивительно, насколько в Торе постоянно нам указывают помогать другим людям до такой степени, что человек называется, что он вообще не умрет, потому что стольким людям он помог, а они-то живы, значит и он живой. Обратите, пожалуйста, внимание, когда всю книгу Берешит про Авраама, Ицхака, Якова, про сыновей Якова, мы читали про этих великих праведников, что Тора нам сообщает? Как они помогают другим? Авраам встречает гостей, Авраам спасает, Яков спасает, Ицхак спасает, все помогают, помогают, помогают другим. Когда Тора хочет подчеркнуть праведность, она всегда указывает нам на отношение человека к другим людям. Она не говорит, что вот Авраам молился несколько часов в день, хотя он молился очень много, он учил Тору, он постился и так далее, и так далее. Про это Тора почти не говорит, про молитвы, про посты там и так далее, и так далее, про какую-то медитацию, какое-то вот изучение, писание, вот столько у нас книг, слава Богу. Это все очень-очень важно, но Тора знает, что люди предпочитают служить Богу. Бог, я поучу Тву Тору, я Тебе помолюсь, с Тобой так классно, хочу быть с Тобой, но очень часто к людям мы не хотим хорошо относиться, мы не хотим им помогать, а этот мне не нравится, тот мне не нравится. Вот с Богом, пожалуйста, Он великий, Он само совершенство, мой отец, а людям помогать не хочу. Тора это знает, поэтому Всевышний так вот в описаниях праведников всегда-всегда-всегда говорил, как они помогали другим людям просто, да ну из последних сил всегда помогали людям, чтобы мы тоже помнили, кто хочет быть праведником, кто хочет быть святым, иметь хорошее отношение с Богом, в первую очередь нужно помогать людям вокруг нас. Это очень тяжело, но в этом и смысл. Нам тяжело, а мы все равно прощаем, нам тяжело, а мы все равно помогаем. И если человек научится помогать другим, строить большую семью, как у Якова, он тоже будет называться, что он не умер, он будет жить вечно, потому что его добро находится в этом мире. Спасибо огромное за внимание. Учим вместе вот потрясающая глава Ваехи.